И снова здравствуйте зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. Булатик отдыхает. Я сегодня уже сделал велосипедик. Все как положено. Купил новую покрышечку. У нас все чудесно. Мы теперь спортивные и реактивные с Булатиком. Пошли погуляли чудесно. Колесико обкатали новую покрышечку. Довольно счастливы. В общем все very well и very good. Вот. Ну и решили... Решил сегодня снять вам видосик. И далее пройтись, продолжить изучение книжки «Рыбалка от А до Я». Вот. Мы будем идти по содержанию. Вот видите, содержание. И тут вот написано. Пресноводные рыбы. Первая. Хищные рыбы. Вот. И первая рыба такая как белуга. Вот и рассмотрим. И такую рыбу как белуга узнаем. Кто такая, что делает, как живет. Вот такая вот рыба белуга. Считается самая большая пресноводная рыба. Ну, будем читать про нее. Белуга. Обитает в Каспийском, Черном и Азовском морях, откуда входит в реки для нереста. Кроме типичной каспийско-волвской формы, имеются черноморские и азовские подвиды белуги. Белуга – проходная рыба, совершающая передвижение в одиночку и лишь на зимовку собирающаяся в стаи. Обычно ведет пелагический образ жизни. Но в некоторых районах во время откорма держится у дна. Ход на нерест наблюдается весной и осенью, с февраля по апрель и с августа по ноябрь. Икрометание происходит с конца апреля по июнь. После чего белуга быстро скатывается обратно в море. Питается главным образом донной и пелагической рыбой. Белуга живет долго и достигает больших размеров. В возрасте 75 лет длина ее тела достигает 4,2 метра и более... А масса – 1000 килограмм. Мы живем в Украине и у нас когда-то водилась белуга в Днепре. Но после этого, после белуги, после дамб, после электростанции, гидроэлектростанции, перестала заходить в наши места. Следующая рыбка, которая идет – это берш. Очень прекрасная, чудесная, красивая рыбка. Берш – рыба рода судаков. Длина 25-45 сантиметров. Масса от 250 грамм до 1,4 кг. В отличие от судака, клыков на нижней челюсти нет. Подкрышка полностью покрыта чешуей. Встречается в нижнем и среднем течениях рек и, главным образом, в водохранилищах у бассейнов Каспийского, Азовского и Черного морей. Созревает на 3-4 году. Нерест в апреле-майе. Питается плантоном и мелкой рыбой. Объект промысла. Да, берш еще называют царская рыба. Распространен в бассейнах Каспийского, Черного и Азовского морей. Главным образом, в низовьях, впадающих в них рек. Волги, Урала, Дона, Днепра, Буга, Днестра и Дуная. И их приток. В реках берш держится обычно вместе с судаком. В низовьях Волги и Днепра берш является полупроходной рыбой. В других районах пресноводной. Держится на участках свернутым дном, песчаным, галечным, каменистым. Берш стайная хищная рыба. По форме тела он схож с судаком, но имеет значительно меньшие размеры. Чешуя у него крупнее, чем у судака. Нерестится берш в Волге в апреле-майе. В Урале в апреле. Ход полупроходного берша в Волгу и Днепр отмечается дважды в году. Весной, март, апрель для нереста. И осенью, сентябрь, октябрь. Для откорма и зимовки в ямах. Промысловое значение берш имеет только в Северокаспийском районе. В других районах попадаются в уловях в качестве прилова. Длина берша достигает 45 сантиметров. Масса полтора килограмма. Вот такая вот рыба. Ну и третью рыбку, которую мы небольшую рассмотрим. Это такая рыба, как валек. От какого слова? Валяться, наверное. В Енисея распространена от Верховья до Устья. Встречается в прибрежных притоках Тубе, Абакане, Ангаре, Подкаменной и Нижней Тунгусках, Курейке, Хантайке и других. Живет в реках, впадающих в дельту, горло и залив. Населяет высокопроточные русловые и горные озера. На юге края обычен в озере Хантайское. У валька длинное вальковатое тело. Голова небольшая. Рот маленький, полунижний. Рыло узкое, коническое. Имеет жировой плавник. На голове и жировом плавнике обычно просматриваются небольшие темные пятнышки. У молодых рыб на боках тело находится до десятка крупных овальных пятен. Окраска типичная для сиговых рыб. Темно-серая или коричневая спина. Бока и брюхо серебристые. Чешуя мелкая, серебристая, легко спадающая. Валек населяет преимущественно горные водотоки или горные участки рек с каменистым и песчаногалечным дном. На равнинных участках со спокойным течением крайне редок. Половой зрелости достигает в 5-6 лет. Да, долго растет, дорого. Ну, учитывая, что в таких реках, где живет, так и растет. Придление тела 28-35 сантиметров и массе 300-450 грамм. Вот так вот. Вот он набирает в 5-6 лет. Нерест в октябре-ноябре на верхних участках рек. На каменно-галечных грунтах. Число выметываемых икринок от 7 до 19 тысяч. Темп просто валька, невысокий. В 5-летнем возрасте он имеет длину тела 33 сантиметра и массу 395 грамм. Отдельные особи могут достигать 40 сантиметра и массу более килограмма и возраст 110 лет. Основу питания валька составляют донные организмы, моллюски, личинки, хиромонид, ручейников, моршек. Активно хватает падающих в воду воздушных насекомых, вынутые из воды, отдает огуречный запах. Как и в большинство других сиговых рыб при низких температурах воды и воздуха. Занимаемый обширный ареал валёк малочисленный, относится к редким исчезающим видам и занесен в Красную книгу. Вот так вот даже. А вот голец будем изучать в следующем. На этом заканчиваем сегодня небольшой наш видосик. Была наша постоянная рубрика «Рыбалка от А до Я». С вами, как всегда, я Александр. Прожимаем царский лайк, барский лайк, царскую подписочку. Подписываемся на канал. Я же вас обнял, приподнял, поставил где взял. Всего вам наилучшего. Пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok